Девушки отдыхают И что это мне так сегодня везет? Дашка, ты что, действительно не помнишь? Нет, а что такое? Мы с тобой полгода назад познакомились Точно, я забыла, прости пожалуйста, я ничего не подготовила, прости Ты мне подарок сделала полгода назад, когда пошла на красный Андрей Мне с тобой очень хорошо А мне с тобой Я вина пришел выпить, а вы мне что посовываете? Не заказывала я ваш стейк Так, не заказывали, когда заказывали Может вы мне еще предложите ваш стейк оплатить? Я всегда помню, что заказывал, а тут не помню Конечно не помните, вы уже тут два часа сидите Вот уже, три бутылки опустошили Мужчина, вы не заказывали стейк О, вы здесь вообще всего полчаса сидите, вы откуда знаете? Вы говорите, что он здесь два часа сидит, сейчас шесть И что? Ну, соответственно, он пришел в четыре, а у вас вон объявление Заказы на горячее принимаются до трех Заказы до трех? Ура! Ура нашей доблестной милиции! Я не полиция, я детективы перевожу Но официантке об этом знать не обязательно Что-то не понял Папа, папочка! Зайка, привет! 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 Баб, а кто эта тетя? Мне тоже очень интересно, кто эта тетя Это коллега по работе А вы бы что не предупредили, я бы вас встретил Ну, извини, Лиззи, в Лондоне надоело Мы решили сюрприз сделать, а тут и так сюрприз Даш! Девушка, аккуратно Девушка, аккуратно Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Скажи, пожалуйста, а что с ним не так? С ним все не так. Так, сейчас кого-нибудь... О, молодой человек! Молодой человек, можно вас на секунду? Привет, девчонки. Проблема? Привет, Николай. Николай, вы нам не поможете чемоданы до номера донести. У вас такие сильные руки, а у нас лапки. С удовольствием. Спасибо. Даш, ты идешь? Николай, как хорошо, что мы вас встретили. Я, кстати, Алина. Оля, ну спасибо тебе за потрясающий отдых. Ты долго думала? Прошу. О, кореша мои. Ну, девчонки, пожалуй, здесь я вас и оставлю. Алиночка, мы же договорились в девять на пирсе. Конечно. Спасибо за помощь. Да не за что, обращайтесь. Ребзя, привет! Даша? Это, кажется, ваша фея. У меня Максим Золотов. Спасибо, Максим. А зачем он мне? Я могу починить. Скажите, когда? А, я даже не знаю. Я знаю. Давайте телефонами обменяемся, чтобы не потеряться. Максим, я лучше вам сразу скажу нет. Нет. Ну, по поводу телефонов и вообще. Вообще? У меня сейчас нет до курортных романов. А почему сразу роман? Может, я просто помочь хочу? Нет, не просто. Это не аргумент. А вы хотите аргумент? Почему? Ну, хорошо. Вы мое имя запомнили, видимо, на ресепшене. А имена простых встречных не запоминают. Видимо, есть интерес. Убедительно. Признаюсь, вы мне понравились. Это что, плохо? Так себе. Если не взаимно. Ты что, вот этим сушишь волосы? Бывает. А что? Да нет ничего. Если хочешь облысить к сорокам. Нормальный фен. Это что? Микрофибра? Да. Какое классное. А мне такого нет. Где купила? Это подарок. Да. Подумай только. Свидание с аниматором. И много-много халявного спа. Может быть, и для тебя местечко найдется. Не люблю халяву. А этот с бородкой, ты заметила? Он точно на тебя глаз положил. Но связываться с ними, я тебе, конечно, не советую. Алина, давай я сама решу, с кем мне связываться, с кем не связываться, как мне сушить волосы, хорошо? Ясно. Я ушла. Свет, да никакой ты не прикол. Привет. Привет. Я скоро знаешь, как поднимусь. Да, реальные бабки. Не, подробности тебе лучше пока не знать. Я тебе потом как-нибудь сам расскажу. Все, давай. Вода. Блин, пойдем уже, я есть хочу. Крутая. Я заценил. Что, к тебе клеится, что ли? Странный какой-то. Не-не, там занято. А там моя подруга. А, я Женечка. Я сказала, что-то смешное? Нет, я просто поперхнулась. Лера. Даша. Как рулет? Очень вкусно. Даже не знаю, что мне не нравится больше. Мясо? Или люди, которые его едят? Вы сейчас едите чей-то труп? Лера. Вы трупоед. Похоже, вашей подруге нужна помощь. Она справится. Я даже не знаю, что мне не нравится больше, когда у меня нет друзей или есть. Но лучше бы, чтобы их не было. Приятного аппетита. Привет. Я скучаю. Привет. Как дела? Не знаю, что я приятного аппетита. Не знаю, что я приятного аппетита. Не знаю, что ты не знаешь. Не знаю. Не знаю. Ага. Мне тоже очень интересно, кто эта тетя. Это коллега по работе. Играет музыка. Ну, что там у нас, Сережа? Да, что? Смерть наступила примерно час тому назад. Так, это что значит? В районе двенадцати, начало первого. Понятно. Я могу идти? Нужны ваши показания, но вы не волнуйтесь. Это ненадолго. Давайте пройдем. Так, осторожненько. Вот. То есть, после ужина вы разговаривали с Красновым на пирсе? Да. А после ночи там же обнаружили его труп? Да. Ну, а что вы делали после двенадцати на пирсе? Гуляла. Часто по ночам гуляете одна? Да нет, я обычно сплю. Ну, а что случилось сегодня? Не спалось. А почему не спалось? Вы рассказывайте, рассказывайте. Что рассказывать? Ну, почему он не спалось? Я думаю, что это мало имеет отношение к делу. Ну, это уже мне решать, имеете или нет. Вы рассказывайте, рассказывайте. Я думала, почему номер, который был днем доступен, к ночи заблокирован. Как дальше? Мы с ним перестали общаться, он в Москве, номер заблокирован, поэтому не спалось. Так, ладно. Давайте вернемся к нашему несчастному случаю. Несчастному случаю? Вы, подождите, вы уверены, что это несчастный случай? А вы считаете по-другому? Убийство. Убийство? Да, и я же вам все рассказала, вы записали. После ужина я разговаривала с Николаем на пирсе, и, ну, он не мог, он не мог прыгнуть в воду. У нас тут, знаете, вода какая теплая. Я бы сейчас с удовольствием бы искупался. Да вот нельзя. Вот, три дня назад татуировку набил, не дай бог какая-нибудь зараза попадет. У него татуировка. Ну, выпил, и стало можно. Ну, хотя, как вариант. Подождите, а блондинка, он должен был с ней встретиться? Мы с ней договорились, а она не пришла, а я как дурак ее ждал. Может, она забыла? Ой, да ничего, переживу как-нибудь. У меня, тем более, сегодня вечером еще одно свидание. Между прочим, тоже с блондинкой. Ну, подождите, вы даже не предположите? Мы многое допускаем, но в данном случае, увы, труп совсем не криминальный. Человек просто не справился с волной, ударился головой о бетонную стену и, простите, все, как говорится. Привет. А, вы уверены? Ну, экспертиза покажет. Так, а сейчас давайте не отвлекаться. Быстрее расскажете, быстрее уйдем. Подробно, сосредоточенно. Пожалуйста. Ой, Даш, а иди к нам. Ребят, знакомьтесь, это Даша, моя соседка. Это Борис, Алла и Никита. Здрасте. Привет. Ой, спасибо. Знаете, зря они взяли творожную запеканку, она здесь чудесная. Угу. Даша, а правда, что вы вчера видели труп аниматора? Алла, ну, нельзя так сразу. Дай человека позавтракать. А что такого? Можно завтракать и общаться. Все же хотят знать. Сто процентов, я за. Рассказывайте. Нечего рассказывать. Ничего такого особенного. Не скромничайте. Нет, ну, я понимаю, конечно, это очень тяжело. Я тоже его вчера вот видела, а сегодня он уже мертв. Где ты могла его вчера видеть, если мы весь день были в номере? Из окна у бассейна. Вы блогер? Удалите, пожалуйста, фотографию. Не стоит так драматизировать. Ангелина. Простите, мне нужно идти. Простите. С пузиком или в рубашке? В рубашке. Не, не вариант. Посмотрим. Алло, у него девушка есть. Ненадолго. Упёртая. О, туда смотри. Жень, там рядом с окном. Очкарик? Чего ты как пятиклассница? Нормальный, приличный парень. Конечно. Сразу видно, не бухает. Чем это вы тут занимаетесь? Господи, а как вы подкрадываетесь? Я не подкрадывался. Вы просто не заметили, как я подошел. А что это вы подошли? Ну, вообще-то я на волейбольную площадку шел. Смотрю, вы тут на пирсе ковыряетесь. Улики ищете? Нашла. Пуговица? Это не просто пуговица. Это пуговица с рубашкой Николая. Это так важно? Я когда с Николаем после ужина общалась, на нем были все пуговицы. Когда я ее нашла в воде, одной не хватало. Ну, оторвал он, случайно, одну пуговицу? Нет, он не мог этого сделать. Почему? Он выглядел безупречно. У него даже никюр на ксях был. Вы ему никюр заметили? Конечно. Я заметила еще, что на рубашке все пуговицы были пришиты крепко. А сейчас вон, с корнем вырвано. Интересно. Это не просто интересно. Это доказывает мою версию убийства. Николай не мог сам расстегнуть свою рубашку. Это сделал кто-то за него. Можно поподробнее? Кто-то с мертвого тела снял эту рубашку. Причем это сделал быстро и неаккуратно. То есть, вы хотите сказать, что его убили, а потом насценировали в несчастный случай? Именно. И пуговица этому доказательства. Ну, что-то такое может быть. Ну, я отнесу ее следователю, пусть он там сам разбирается. Да, что он не будет переквалифицировать в убийство в несчастный случай из-за какой-то пуговицы. Это не улика. Почему? Ну, потому что вы же никому не скажете, что нашли ее здесь, а не у бассейна, например. Ну, а что делать? Что делать? Ничего. Выкинуть? Это как? А что делать? Ходить по всему отелю и спрашивать. Не вы ли оторвали пуговицу от рубашки, когда снимали ее с тела аниматор? Ну, да. Да, вы правы. Ну, я ее не буду выкидывать. Ну, зато, наверное, колесо от чемодана уже выкинули. Не успела. Тогда давайте я его починю вам. Вы домой как поедете? Давайте с чемоданом попозже решим. Мне надо кое-какие дела сделать. Я даже знаю, какие у вас дела. Про Николая хотите узнать? Это почему мы так решили? Интуиция. Какой проницательный. Ну, да. А что? Вы сами хотите расследованию все? Хорошо. С чего начнем? Для начала надо узнать фамилию. Следователь говорил, я забыла. Надо с чего-то начать. Оля! Вау! Здрасте. Здрасте. О! Нашла. Готово. Спасибо большое. Как новый. Можно посмотреть, что вы там нашли? Видео. Видео. Так. У него пустая страница. На аватарке он. Видео разместили два часа назад. Угу. Вы заходили на эту страницу? Светик 95. Да. Страница закрыта. Вот. На аватарке Анжели Анджали. Ты был самым классным. Это видео для тебя. Это видео для тебя. Это видео для тебя. Светик 95. Ничего не так. Ого, здесь Алла. Ту. Ту. Тау. Ту. А это Света. Они, видимо, работали вместе. Так. Ага. Ну, я пошла? Мы же на пляж хотели сходить. У меня другие планы. А завтра? И не завтра, и не послезавтра. Мы же говорили. Спасибо за чемодан. Что мы тут делаем? Тупо же. Пойдем к бассейну. Может и Никита там. Надо подождать. Вот теперь пошли. Ты Аллу не видел? А что он там делает? Без понятия. Это же не женщина, а загадка. Блин. Ну, я теперь вся облезу. Что, закончился? Угу. Девушка, извините, пожалуйста, у вас такой же, а мой закончился. Вы не могли бы одолжить? Да, конечно. Передай, пожалуйста. Спасибо. Алина, слушай, а ты не могла бы эту свою Дашу расспросить? Она не моя. Ну, и ничего она не расскажет. Утонула, утонула. Какие еще могут быть вопросы? Извините, а вы сейчас про аниматора говорите? Просто мы тусили вчера вечером. Вот до сих пор не верится. Вон, пускай девушки расскажут. Али же все интересно. Намажь руку. Здрасте. Как зовут? Женечка. Соня. Борис, Никитос и Алина. Привет, привет. Можешь выпить, желаете что-нибудь? Никитос, загоняешь? А я смотрю, ты занят? Я занят, я… Я сама. Что желаете? На ваше усмотрение. Хорошо, вам. Тебе принесли что-нибудь? Не-не-не. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, здрасте. Вы скажите, пожалуйста, где я могу найти Свету? Оно у вас работает. У нас много Света работает. Вам какую? Да, вот. Вот это. А, это насчет экскурсии? Да, да. Так вы завтра так и так ее увидите. А где? На спортивной базе. У вас же завтра квадроциклы или я путаю? Да, да, верно. Она инструктором там работает. Класс, спасибо. Понятно. Аллочка? Да, милый. Снова сфотографировала? Снова удалишь? Нет, я бы тогда не удалял. Просто ситуация требовала. Слушай, я тебе пришлю, распечатаешь? Ты меня же достала со своим альбомом. Да мне нужна эта фотография. Она же нашла этого. Хорошо, хорошо. Все. Пойдемте, я кое с кем познакомлю. Угу, угу. Не смотри, я пойду так. Ты думаешь, ему понравится? Конечно. Красный – его любимый цвет. Женечка, он увидит тебя на квадроцикле в этой красной пачке и подумает, что ты ку-ку. Говори, что хочешь. Мне все равно. А знаешь, я за, я за. Езжай, позорься. А то меня эта история с Никитой с самого начала напрягает. На. Водичка? Может, переоденешься? Ладно. Вы? Я. Я же вам сказала, что у меня дела. Отстаньте вы от меня. Извините, я пытался бы меня к вам тянет. Какая откровенность. Хорошо, заранее обращаю. Вы чего? Извините. Я вас только что спас. Бабушки у нас удивительные. За всеми приглядывают, все охраняют. И кого они сейчас охраняли? Никого, а от кого. Кое-кто заглядывает в чужие окна и вообще ведет себя очень подозрительно. Это вы про меня? Если бы не я, эта почтенная дама поняла бы все вокруг и правильно бы сделала. И теперь пусть она думает, что мы просто влюбленная парочка. Спасибо. Вы правы. Ну, что касается закона, то в этом я практически всегда прав. Из органов? Я юрист. Извините меня за эту вольность. Да ну, перестаньте извиняться. Уже даже как-то обидно. Обидно? Я могу повторить? Нет, еще чего. Давайте сменим тему. Да, давайте. Что вы здесь искали? Что я искала? Я проверяла слова Аллы. Она сказала, что вот, вон из того окна она видела, как Николай был у бассейна. Оттуда она не могла идти? Да. Получается, Алла врала, когда интересовалась, где я нашла этого Николая. И их связывает какая-то давняя история. Вот. А, вот это интересно. Ну, я пойду. Поехали. Лиза, ты-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Назначе я одну хочу Субтитры создавал DimaTorzok Я на голову не надену У нас других нет, извините И что мне делать? Ну, вы либо едете в этом, либо остаете здесь У нас без шлема никак ДимаTorzok 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 Алау, вы мне все загородили, здесь полно места Все в порядке? Боря, я хочу кататься Знакомая история Какая? Он тебе нравится, ты ему нет У меня тоже так было Сразу все закончилось Разонравился? Утонул Позавчера в отеле, может, слышала? Сочувствую Ты его сильно любила? Угу, хороший был Ласковый Правда, бабник Ни одной юбки не пропустит Я заметила К тебе тоже клеился? Нет, к моей подруге А Это он так Для тонуса А был со мной А ты же говорила, что он Тебя не любил Ну, как не любил? Раз в неделю стабильно любил Боря, ты идешь? Или я сама? Ну, я другого хотела Ну, откуда ты знаешь Как у него было? А он говорил У него девушка была Разбилась в автокатастрофе Он ее так часто вспоминал Вот к ней я и ревновала Я даже Ее фотографии себе скачала А мне все равно С ним ничего не светило Денег не было у него Хотя В день, когда он утонул Он звонил и говорил, что нашел Какой-то способ зарабатывать бабло в отеле А какой способ? Я не знаю Ты что творишь? Надоела, это Алина Подожди, я же давала тебе сегодня твои лекарства Давала Пошли отсюда Я не пойду Ну, а как же Никита? Он же тоже на нем поедет Он не поедет Да, в смысле не поедет? Ты его что, к дереву привяжешь? Дерево Хорошая идея Да, и что я тебе приду? Да что с тобой? Да ничего со мной! Отстань! Я хочу быть с ним! Да тише, я тебе говорю Послушай, или ты оставляешь этих двоих в покое Или я звоню твоему отцу Нет, не надо, пожалуйста, не надо Соня, не звоню отцу, все, все, я, все, я Алач, Аллочка! Врача! 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 Погодите! Зайдитесь! Голову! Голову держите! Голову держите ей! Ну, слава Богу, пришла в себя Господи, какое счастье, что наша Аллочка осталась в живых Это чудо, правда, Виктор Семенович? Мне стогическое объяснение, она была расслаблена при падении Аллочка, ты чего? Что случилось? Она это, кулон, кулон потеряла А мы поищем, потом не проживайте, да? Ничего, ничего, я знаю, тебе дорога была эта безделушка Ничего страшного, ничего страшного Так, я хочу поговорить по поводу экскурсии Алина, я вас прошу, дайте людям выйти А отзыв можете оставить в книге отзывов А жалоба, в книге жалоб и предложений, ну? Ребят, придется поговорить сейчас Послушайте меня Нет, это вы послушайте Мой бывший муж юрист И я прекрасно знаю свои права Хотите проблемы, будут вам проблемы И я очень подробно опишу, как мы с вами пообщались на базе В комнате для инструкторов Хорошо, давайте поговорим Мар! Лев, послушаем Давайте отойдем Хорошо, я тебя жду А мы уже перешли на ты? Вообще-то это надо было еще вчера сделать После того, как я тебя спас от бабушки Но ты меня так отшевала, что я решил попробовать снова сегодня А я на тебя слишком, да, сильно на пляже поперялась Ну да, заметно было Я понял Чего? Что ты без ума от моей подачи Левой О да, я теперь твой фанат Я со Светой поговорила Расскажешь? Угу Даш! Тебе ванна не нужна? Не, я уже все Класс Сейчас чего пьем? Ну, я договорилась с гидами И они мне весь их дешевый сервис компенсируются процентами А это аванс Круто Да, кстати, я сегодня здесь не ночую Так что можешь развлекаться на полную катушку Главное, не на моей половине кровати Я ее уже воспользовалась Хм Это и правда ничего Та-ра-та-там Алина, ты сюда приходишь просто душ принять А в гостях нельзя было это сделать? Нет, нельзя было это сделать в гостях Давай вставай Проспишь запеканку А я на завтрак не пойду, у меня дела А, мне кажется, Елена, тебе мое полотенце Да, оно классное А, то есть я не ошиблась Ты специально взяла полотенце Угу Да, а что нельзя? Без спроса нет, нельзя Ну, Даш, ну я уже взяла его без спроса А? Ты под кайфом или пьяна? Господи, из-за какого-то полотенца Окей Ладно, можешь себе оставить Извини, что задержался Это тебе Ммм Какая красота Где нашел? На пляже Давай прогуляемся Я тебе одно место хочу показать У тебя часы остановились Видишь, даже время останавливается, когда я рядом с тобой Что-то странное Алина мне прислала фотографию, а она удалилась Ну так посмотри в фотопотоке Оттуда обычно дублируется все Нашла Я сейчас с Алиной поговорю, полчаса и вернусь Ну или я подойду Да, или ты Угу Ну, привет Алина, ты тут? Надо поговорить Алина Алина, ты тут? Алина! 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 Во-во-во! Осторожней! Даша, что с вами? Алина! Паука увидели? Или, может, чайка залетела? Или мышь? Только не может, от нее очень тяжело избавиться. Да что с вами, Даша? Углите от нее руки. Да я ничего, я просто помочь хотел. Алина умерла. Алина! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну ты не торопись, ладно? Чаю попей Субтитры создавал DimaTorzok Ну, перед тем, как вы вошли в номер, вы кого-нибудь видели? Нет Нет Что делали в номере, когда вошли? Ничего, позвала ее Какие вещи трогали? Ничего не трогала А шнур Фен в ванной кто выключил? Вы? Я Зачем? Не знаю Еще до чего-нибудь дотрагивались? Нет Ну До руки я дотронулась Вы его найдете? Кого? Убийцу Считаете, что это убийство? Ну Алина не могла Принимать ванну и через два часа после того, как принимала душ А душ она принимала при мне Это все ваши аргументы? Фен Она не могла сушить волосы феном Почему? Потому что он портит волос А она очень беспокоилась об этом Ну, тогда как фен оказался ванной? Да кто-то его туда положил, так же, как и Алину То есть, по-вашему кто-то Зашел в номер, наполнил ванну водой Потом Привел туда вашу соседку Целехонькую невредимую Кстати, на ней не единой царапины Включил зачем-то в розетку фен А потом кинул его в ванну А при этом пострадавшая Молча смотрела и наблюдала И даже не попыталась Закричать, выбежать в коридор А просто смиренно ждала, пока ее убивают Так? Ну, я не знаю Может быть, как-то это было Может быть, это знакомый был Но я знаю, за что ее убили Ну и за что? За то, что она видела убийцу Николая Опять двадцать пять А он узнал и устранил угрозу Вы будете меня учить работать? Простите Ладно Давайте не будем терять времени Ни вашего, ни моего То есть, опять труп не криминальный? Хотите криминала? Ну, давайте Давайте я вам его устрою Давайте Посажу вас в предвариловку А вы посидите и подумайте На кого Упадет подозрение В обоих случаях На кого? На вас Кто обнаружил оба трупа? Подозрительно? Ладно Ознакомьтесь и распишитесь Аллочка А ты ничего не путаешь? Может не Алина утонула, а какая-нибудь Алена Скажи, у тебя это что в стакане? Ты меня обидеть хочешь? Ну, извини, бред какой-то Какая странная неделя Интересно Кто следующий? Слышала? Алина в ванной утонула Я так и знала Так и должно было произойти Что ты сказала? Что ты сейчас сказала? Ты такая смешная сейчас У тебя дрожит кончик носа Хорошо Почему тебя не было на завтраке? Просто скажи мне, где ты была Скажи Ты что меня подозреваешь в чем-то? Ты правда думаешь, что я могла убить Алину? Ты хорошая подруга Ты для Женечки больше, чем подруга Ты ей как сестра А мне как дочь Спасибо С институтом я помогу Буду платить деньги Соня, ты ни в чем не будешь нуждаться А что я должна буду делать? Ты должна следить, чтобы она принимала лекарства Ты же знаешь про лекарства? Да Она очень хорошая девочка, но, боюсь, без них она Может натворить бед Соня, ты нужна ей Нет, конечно Нет, конечно Он на завтрак Он на встречу к Алине Думаешь, это она была? Возможно Они же накануне поссорились И вот он шел к ней мириться Она была расслаблена Ни к чему не готова Странно, конечно Но, может быть, она пошла в ванную Вместе с ним И в самый последний момент она испугалась И его оцарах Ну Если придерживаться твоей версии Если Алину Убил Никита То он должен быть как-то связан с убийством Николая Ну, он и связан Я же рассказывала, что Алла с Николаем Имеют какую-то давнишнюю историю Может, не надо ничего узнавать? Два трупа уже Может, не надо Я за тебя очень волнуюсь Я аккуратна На незнакомые номера не отвечаю По ссылкам от незнакомых Даша Это не шутки Слушай, если бы ты знал Алину Тебе бы тоже было бы интересно узнать Что произошло Потому что Алина в ванной с феном Это полный ерунда Да я знал Алину Мы три года были женаты Да Ты что-то сказал? А, что-то забыла Спасибо Ты не будешь меня отговаривать? Это бесполезно Это хорошо Да Да, хорошо Ладно Что-то случилось? Ну Умерла Родственница И надо кое-что сделать Сочувствую Ты чем займешься? Кое с кем поговорю Да Тогда на связь, ладно? Подождите А вот скажите, вы с Алиной вчера разговаривали, ну, после экскурсии? Да Да, у нее были какие-то претензии, но мы все решили Да А что такое? Она, может быть, о чем-то интересовалась Может быть, вы еще о чем-то говорили Может быть, вам показалось что-то странное Ну, еще как показалось, такой наезд из-за шлема А, собственно, в чем дело? Ну, может быть, она хотела о ком-то узнать Например, о вашем коллеге Николае О Коле Краснове? Да А почему она должна была о нем узнавать? Вы только не переживайте, но это только мои предположения Но мне кажется, что вашего коллегу убили Офигеть Да, а Алину убили, потому что она это знала Слушайте, если это шутка, то очень плохая Я вообще не шучу Вы извините, нам пора идти Дел много Офигеть На столе Малышно Переклев動 Сунь, чего ты дергаешься-то постоянно, я не понимаю? Тебе так кажется. Нет, мне ничего не кажется. Вот стоит мне только заговорить про своего Никиту, вот опять, пожалуйста. Ты вообще видела в зеркале свое лицо перекошенное? А ты не говори про него. А почему я не должна говорить про него, я не понимаю? Алины нет. И нам с Никитой, наконец, ничего не мешает. Да нет, никаких вас. Ты сама по себе, он сам по себе, понимаешь? А чего это так, как будто ты против, я не понимаю? Или ты ревнуешь? То я? Ну да. Нет, потому что, если ты не против, то ты так и должна мне сказать, что ты не против, чтобы мы с Никитой были вместе. Вместе? Женечка, делай, что хочешь. Нет. Я хочу, чтобы ты сказала, как ты считаешь. Ну, скажи. Хорошо. Хорошо, я не против. Так гораздо лучше. Ага, да, мне пора. Пока. Павел Петрович, здравствуйте. Нет, с ней ничего не произошло, все в порядке. Я по делу. Я уже 20 лет дружу с Женечкой, и я ее очень люблю, но ее болезнь… Сами понимаете, я уже все знаю о психическом расстройстве. И кроме этого в моей жизни больше ничего нет. Да, вы все правильно поняли, я хочу больше. Устроен? Да, спасибо. До свидания. Остаться в общении. Говорите после сигнала. У нас новый подозреваемый – это девушка Женя. Помнишь, две подружки? Они еще такие на трясогузок похожи. Короче, вот в которой блондинка. А Николай как раз ждал блондинку. А эта Женя, она с ума сходит по Никите. А это уже мотив. А вчера, когда на завтраке я была, Жени не было. А это как раз время, когда Алину убили. И еще, у этой Жени – психическое расстройство. И она, получается, может быть потенциально опасна. Держи. Ну, теперь все. Теперь твой душник успокоен. Давай уже закончим эту историю. Твой душник. Твой душ «АғС» Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Нет А мне скучно Давай поиграем Извини Не хочется Почему? Я тебе не нравлюсь? Я, наверное, пойду поплавлю Мне нравится? А вот будешь знать, как чужие разговоры подслушивать Как шпионик Ты сюда сошла! Дима Торзок Привет! Я сама не ожидала, что так это все получится Не ожидала, потому что относилась к этому несерьезно Ну да, я понимаю, что мне не надо было идти в море Ты понимаешь, что она убила бы тебя И ей ничего за это не было Понимаю Ты бросишь все это? Да я не смогу Максим, все? Ты со мной больше не будешь общаться? Даша, я давно уже не подросток Я думаю Хорошо Пообещай мне только одно Что с тобой всегда будет кто-то рядом Не я, так кто-то другой Обещаю? Только не из тех, кого ты подозреваешь Обещаю Что мне делать с тобой? Покажи мне то место, которое ты хотела показать Пошли! Не больно! Не больно! Не больно! За что? Ты еще спрашиваешь? Я все видела И видела, как ты топила ту девицу Ну, что ты не видела, тебе показалось Хватит врать! Это ты убила Алину? Нет Давно лекарства не принимаешь? Да принимаю я все при тебе каждый день Мне надоело, а! Ты куда звонишь? Твоему отцу Чтобы он тебя опять отправил в психушку Нет, пожалуйста, Соня Я умоляю тебя Тебя, пожалуйста, я прошу умоляю Пожалуйста, не надо Ну, пожалуйста, я умоляю Ладно Рассказывай Ну, рассказывай Рассказывай Я не принимаю лекарства Давно? За день до того, как мы сюда приехали Неделю Хорошо Человека за что топило? Она узнала про лекарства Алину? Нет Ты? Нет Да, алло, Павел Петрович Нет, нет, я не звонила Это случайный набор Все в порядке До свидания Спасибо До свидания Давай, пей Рот открой Открой рот Все равно Если бы я даже ее убила Меня бы не посадили Тебя бы отправили в психушку Но ты там уже была Тебе, видимо, не понравилось Нарываешься еще раз Да, не понравилось Нет Я не хочу туда, нет Там было ужасно Я лучше умру Соня Я просто, я как всегда Я просто не подумала вообще наперед Еще ты обо мне не подумала Как я без тебя Я же ничего не умею Надеюсь, это Даша Не накатает заявку на тебя Давай Ага Как ты нашел это место Случайно Как красиво Можно вопрос Да Только не смейся Постараешь Я похожа на ботана Что? Ну, Максим То есть, с чего ты должна быть похожа на ботана Пустого лад Мне кажется Ты хочешь быть похожа на ботана Но Я тебя увидел совсем другой Какой? Сказать Скажи Доброе утро Цепочку нашли? Я вчера убиралась Она в ванной на полу лежала Я ее там на крючок повесила А, цепочку Хорошо, спасибо Нам сто пятый Клоя Мне так часто вспоминала Вот к ней ревновала Это что тут такое? Кажется, тут наркотики Я фотографию увидела И сразу поняла все Интересно Алина что-то искала у квадрат цикла Ал Когда она перевернулась Да И нашла вот этот кулон А потом она ходила за врачом И спрашивала, что такое Что там с Аллой Как она себя чувствует Еще подумала, как странно Что Алина интересуется кем-то кроме себя Понимаешь? Рассказывай, рассказывай А ходила она за врачом Потому что, видимо, тоже увидела порошок И хотела в этом убедиться Ее интересовало только это Я, кстати, с ним тоже поговорила Я на шкачке? Угу И что он? Расставь себя Он, можно сказать, в открытую намекнул Что Алла, да, сидит на них Но это еще не все Вот эта девушка Мне ее показывала Света Это погибшая подруга Николая Так вот оно, что связывала В прошлом Аллу и Николая Девушка И самое интересное То, что это младшая сестра Аллы Которая погибла И Алла, вероятно, винит Николая В ее смерти Это уже мотив Думаешь, на перси могла быть она? Она могла его убить Ну, может быть, не сама Может, ей кто-то помог Например, Борис Ага, он же ради нее готов Я даже не знаю, на что он готов Он живет в этой гостинице В этом дурацком номере Только потому, что она так хочет А он много себе может позволить Знаешь, кто он? Кто? Практически владелец Всех заводов газет-пароходов У него мебельная фабрика Магазин по всей стране Это мне, кстати, тоже врач сказал Это что же получается? Алина видела убийство Она почему-то молчала Потом узнала, что Алла сидит на наркотиках Я поссорилась с Никитой Ее убили Возможно, сам Никита ее убил Я пока не вижу в этом ломбике Ну, ну, да Здесь пока еще много вопросов А что с другой? Женя Она, типа, тоже блондинка Это во-первых А во-вторых, у нее есть мотивы Для обоих убийств Николай знал ее секрет И поэтому она его убила Алина Мешала быть с Никитой Ну, и поэтому она тоже ее убила На этом у меня все Что ты будешь делать дальше? Мне кажется, надо просто понаблюдать Просто понаблюдать? Да Какой план мне нравится? Ну, центр, стой, играй Четыре, четыре Хорош Давай, давай Давай. Сейчас. Слушай, я тут подумала, скоро отъезд, надо что-то делать. Что? Может быть спровоцировать? Как? Знать бы. Ладно, провокатор, все провокации только со мной. Извините, вы могли бы нас, пожалуйста, сфотографировать? Да, конечно, давайте. Спасибо. Тут? Давай, Матрак. Давай. Ага, ага. Так. Дарья. Улыбнитесь хотя бы. Восемь вечера сегодня фотографии с экскурсии раздавать будем. Приходите, обязательно. Спасибо. А скажите, вы всех собираете, кто был на экскурсии? Да, конечно. А вы помните, что я рассказывала про Алину и Николая? Ну, это захочет, не забудешь. Удивили, так удивили. У меня есть улики, что их убили. Какие? Какие? Мне кажется, это очень хорошо. Поможем. Если вы мне поможете, то все узнаете. Да нет проблем. Что делать-то надо? Алла, Борис, Никита, Женя и Соня должны все собраться в одном месте. Сможете организовать? Попробуем. Давай. Спасибо. Я сейчас попадаю. Мне нужно сейчас. Здравствуй. О! Получилось. Сегодня все решится. Я все придумала. Провокация? А, самая. Хорошая же фотка. Не хочу. Что за фотографии вообще? Где вы таких фотографов взяли? Вот эту вообще нельзя никому показывать. Прошу внимания. У меня важное сообщение. Это надолго? Мне просто идти надо. Никит, тебя это очень касается. Да? Да. Ну, извините, мне пофиг. Алина не умерла, ее убили. Вот это поворот. Никит, сядь послушай. А убили Алину, потому что Алина знала, кто убил Николая. Так его убили? Да, и убийца сейчас здесь, среди нас. Кто же это сделал? Мотив был у вас, Алла, и у тебя, Женя. Что за бред? Какой мотив? А я хотела его убить. Хотела. Задушить. Молчит? А что? Он сестру мою убил. За руль ее посадил. Ну, Алла, что ты творишь? Да не я это. Не я. Пожан. А может быть, это для вас сделал Никита? Ну и бред. Кто убил Николая, тот убил и Алину. Я уже, получается, двоих у Кокоши? Прекрасно. Давай, продолжай. Никита, позавчера, когда я шла на завтрак, ты шел в номер к Алине. Помнишь? Даша, привет. А Алина у себя? У себя, только не у себя. Так что, удачи. Сосада. И вот, когда я шла на завтрак, у тебя царапины на шее не было. А когда я возвращалась, она появилась. Кто тебя царапал? Она. Женя? Меня зовут не Женя, а Женечка. Как это она сделала? Чего ты сразу не сказал? Так а что, важность большая, что ли, обо всем рассказывать? Не, я с Женей не должен… Да? Чего-то не получается? Там не сходится? Никит, ты был в номере у Алины? Слушай, ты что, следователь какой-то или что? Если я тебе не расскажу, что будет? Никит, ну, давай уже, а? Ну, рассказывай. Я ночью поссорился с Алиной. Потом, как нормальный мужик, пошел с ней мириться. Тебя встретил. Ты мне сказал, что она в плохом настроении. Я стою у двери, думаю, мириться не мириться. Здесь эта выходит, идет ко мне с поцелуем и с объятиями. Но я ее оттолкнул, она опять ко мне. Я опять ее оттолкнул. Потом она психанула и… психанула и поцарапала меня. Это… это просто твои слова. Свидетель у меня есть. Горничная помогала мне ее оттягивать. Потом медпункт отвела. Он мне шею обработал, а это и успокоительное дало. Что, не веришь? Пойдемте все вместе, мы прямо в горничной сейчас перейдем. Хорошо. Значит… Значит, Никита, Женя и горничная в тот момент, когда умерла Алина, около десяти… Они были в травмпункте. А где были Алла и Борис? Да. А в спа-салоне? На грязи лечения? Да, я помню. Ну? Кто убийца-то? Да никто не убийца-то случайность. Пойдемте отсюда. Пошли, пошли. Следственный комитет. А жаль. Фу! Сумку оставили. Это Женечкина, она с ней пришла. Я быстро. Скоро вернусь. Как-то глупо получилось. Да не расстраивайтесь вот так. Даш, вы же сказали, что у вас есть улики. Ну, до них как-то не дошло, все же рассыпалось. Нет, ну все-таки что за улики-то? Да… Я спровоцировать хотела. Потом хотела вот… добить… Это блокнот Алины, а он пустой. Я хотела блефовать. Это кулон Аллы, и в нем есть что-то, но это уже, наверное, не важно. Передайте, пожалуйста, это с вещами Алины. Так вы передайте сами. Кому? Ну, родственнику. Бывшему мужу Алины. Ну, фактически, он все еще ее муж. Они же развестись-то не успели, получается. Ну, значит, не муж, а вдовец. И единственный родственник, кстати. И все имущество теперь ему. Да? Подождите, а вы про кого говорите? Муж? Какой муж? Так она не знает. Ну, как, ваш знакомый Максим, муж Алины. Ну, то есть, вдовец теперь. Что случилось? Даша? Это тебе. Да и ты… Да и ты! Да и ты! Да... Даша! 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 Ты ее убила. Ты Машку убила. Сейчас ты у меня тоже полетаешь. Даша! Ты где? А ты забавная. Весело было тебя слушать. Ниточки нашла, а концы не связала. Хочешь расскажу, как на самом деле было? Мы с Машкой бизнес замутили, дурь толкали. А Колян решил примазаться. И почему-то решил, что может ставить нам условия. Ну, мы встретились на пирсе, хотели с ним поговорить по-нормальному. А он забаковал. Ну, и получил по башке. Даша! Ты меня видишь, да? Ты здесь, рядом. Зря ты это все затеяла. Дурочка ты, как и подружка твоя. Понимаешь, она много видела. Сначала нас с Коляном, потом, как Машка, товар передавала. Поняла, что у нас бабки есть. Решила нас даже шантажнуть. Ну, привет. Страшно, а мне весело. Давай здесь сюда! Дезидор! Ну, что, ты сама наверх пойдешь, а? Или мне тебя за ручку увезти? Зачем наверх? Ну, как зачем? Нужно для полиции картинку нарисовать. Я не при дела. Злодейка Машка. Ну, а вы обе погибли в смертельной схватке. Я никому ничего не скажу. Кулон, я вам отдам кулон. Да не нужен мне твой кулон. Мы специально за тобой шли. Ты же все равно бы обо всем догадалась и рассказала, правильно? Пошли давай. Я никуда не пойду! Делай, что хочешь! Я никуда не пойду! Ну, если не пойдешь, тогда получишь следы, поняла? Ой, как же Алина у тебя. Ну да, ну да. Машка к ней сзади подошла и прямо в башку ударила. Никто под волосами не заметил. И у тебя не заметят. Адальше! 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 Как ты меня нашел? Адальше Николаевну сказала. Валерше! Я на секунду подумала, что здесь ты… Делайска, я сам виноват. Надо было тебе сразу про Алину сказать. Ну, ты меня подозревать стала. Дашка, прости, прости меня. Все-таки у тебя получилось? Не совсем. Их было двое. С самого начала. Дашка, все. Все у тебя получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А хочешь мою любимую песню послушать? Так не смейся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok